Харе Кришна, дорогие Вайшнавы, примите мои смиренные поклоны. Тема смирения очень важна для Вайшнавов, потому что без смирения человек не может доставить радость Кришне, без смирения человек не может воспевать святыми на постоянных. Об этом нам и говорит Господь Читания в Шикшашнике, третий стих Шикшашнике говорит нам об этом. Поэтому хорошо бы разобраться, как практиковать смирение нашей повседневной жизни. Об этом можно говорить очень много. Написаны целые книги, прочитаны семинары. Я хочу лишь поделиться несколькими осознаниями на эту тему. Быть может, это будет полезно для вас. Хочу послужить вам таким образом. И для того, чтобы разобраться, давайте поговорим, давайте начнем с того, что прочитаем определение смирения, которое дает нам Господь Читания в Шикшашнике. И он говорит, что человеку нужно стать терпеливее смирения травинки, терпеливее дерева, оказывать почтение каждому, не ждать почтения к самому себе. И начнем с первого утверждения. Человеку нужно стать смирением травинки. Что означает смирение травинки? Это означает, что у человека есть духовное эго, духовное сознание. Или то, что мы называем вайшнавское понимание мира, вайшнавское самбандагья, понимание, кто я, кто Бог, и что представляет собой этот мир. У обычного материалистичного человека понимание таково, что я являюсь кем-то в этом мире, я считаю себя человеком, строителем, художником, еще кем-то. И поэтому я обладаю какими-то способностями, возможностями, и эти способности и возможности принадлежат мне. И, соответственно, я выделяюсь, я отличаюсь этим от всех остальных. Таким образом, отождествление себя с теми богатствами, которыми нас наделил Господь, отождествление и присваивание себе этих богатств, приводит к тому, что человек становится гордым. То есть гордость – это, естественно, следствие отождествления себя с темы. И, естественно, следствие гордости в том, что человек делит окружающих на друзей и врагов и вступает с окружающими в материальные отношения. И быть в смирении травинки означает отказаться от всех этих отождествлений и оставить только одно отождествление – я вечный слуга Кришны. Это и есть понимание смирения травинки. И, соответственно, как на практике выглядит, что я отождествляю себя с пониманием «я вечный слуга Кришны». Это на практике выглядит так, что я в своем поведении руководствуюсь не тем, что подсказывает мне материальное эго, а материальное эго нам всегда подсказывает «вот тут тебя должно уважать, тут ты должен поступать так, с этим человеком должен поступать так, вот здесь тебя обидели, здесь надо подраться, здесь тебя похвалили, здесь нужно быть хорошим человеком». Но когда человек хочет практиковать настроение смирения травинки, ему нужно во всех ситуациях руководствоваться только одним. Если я слуга Кришны, то мне нужно вести себя во всех этих ситуациях так, как Кришна от меня хочет. Как Кришна хочет, чтобы я ввел себя в этих ситуациях. Допустим, какой-то человек дает мне пирожок. Я думаю, о, это друг, надо ему дать тоже пирожок. А какой-то человек не дает мне пирожок. О, это враг, не важно, что он не знал, что мне надо дать пирожок, не важно, что он дважды инициированный, что он какой-то признанный, преданный. Не дал пирожок, нехороший человек. Вот так подсказывает нам материальное эго. Но, вместо того, чтобы слушать материальное эго во всех этих ситуациях, человек должен подумать, а что хочет Кришна, как хочет Кришна, чтобы я поступил в этой ситуации. И Кришна в Священном Писании говорит нам, что нужно проявлять уважение к Вайшнаму, что нужно желать добра Вайшнаму, что нужно служить Вайшнаму. И, чтобы точнее понимать, как правильно поступать в той или иной ситуации, мы медитируем на Духовного Учителя. А как Духовный Учитель хотел бы, чтобы я поступал в этих ситуациях? Как Духовный Учитель учит меня? Как бы Духовный Учитель поступил в этой ситуации? И вот медитация на это и является медитацией на смирение. Итак, когда я медитирую на то, что хочет Кришна от меня, или более точно, что хочет Духовный Учитель от меня в этой ситуации, как поступил бы Духовный Учитель в этой ситуации, то в этот момент я медитирую на смирение. Я веду себя как смиренный слуга. И если я не только думаю, но и пытаюсь поступать так, как учит меня Духовный Учитель, это и есть практика настоящего истинного эго, это и есть практика настроения смирения травинки. Что касается терпения, то терпение является естественным следствием духовного эго, духовного понимания смирения травинки. Человек, который горд, который материалистичен, он очень нетерпелив. Он не терпит, когда кто-то ведет себя не так, как он планировал. Он легко гневается. Чем больше материальное сознание, чем больше эго материальное, тем более человек такой нетерпеливый, тем больше его все раздражает, тем легче его вывести из себя. Потому что он хочет, чтобы было так, как он планировал. Тогда как преданный, который медитирует на то, что он вечный слуга Кришны, он понимает две вещи. С одной стороны, он понимает, что все происходит по воле Господа, и что Господь меня ставит в ту или иную ситуацию для моего же блага. И мне необходимо принимать эти обстоятельства, и в этих обстоятельствах думать о том, как продолжать свое служение Кришне. И вторая вещь, которую преданный понимает, что он не привязан к своему мнению, так скажем, он не привязан к тому, чтобы было все так, как он хочет. Он привязан к одной вещи, чтобы было так, как хочет Кришна. Поэтому так как он понимает, что все происходит вокруг по милости Кришны, а Кришна добр к нему, и вторая вещь, он понимает, что кто я такой? Я слуга. Пусть решает Кришна. Если Кришна захочет, пусть будет так, как он хочет. Я приму все, что он запланировал для меня. То вот это, два этих понимания, сердце преданных, позволяет им все, что бы ни происходило вокруг, принимать это с терпением и благодарностью. Господь Брама, десятая песня Шимадбхагаватам, говорит о том, что если человек находится в таком терпеливом состоянии, с благодарностью принимая все, что Господь посылает ему, то заодно это он отправляется в духовный мир. Потому что если человек терпеливо принимает все, понимая, что там милость Кришны, и что бы ни случилось, продолжает служить Кришне, это и есть сознание Кришны, это и есть состояние смирения. Поэтому как же практиковать терпение? Терпение практикуется таким образом, что мы принимаем те обстоятельства, которые у нас есть, и думаем о том, каким образом в этих обстоятельствах мне продолжать служить Кришне. Что мне нужно, что хочет духовный учитель, что советует духовный учитель делать мне в этих обстоятельствах. И если я безропотно продолжаю, принимаю то, что дает мне Кришне, и в этих условиях пытаюсь продолжать свое служение, так как советует духовный учитель, то это и есть практика терпения. Это и есть терпение. Что же касается выражать почтение каждому и не ждать почтения к самому себе, то это тоже естественное следствие состояние ниже соломы, терпеливей дерева. Потому что если я принимаю, что я слуга, то естественно я вижу всех, кто находится вокруг меня, достойным уважением. Обычно гордый человек не видит повода выражать уважение другим, он не видит ценностей, потому что он очень сильно ослеплен своим богатством, своим величием. Но когда эта слепота, когда эта гордыня уходит, человек начинает замечать хорошее качество других людей. И на самом деле духовный человек, ващнаф, он замечает самое главное качество, которое есть в каждом живом существе. То, что все они связаны с моим любимым Кришной. И вот это само по себе достойно уважения. Поэтому он проявляет уважение ко всем живым существам, как бы эти живые существа к нему бы не относились. Конечно, он выражает это почти не по-разному. Он знает, как это правильно делать, но при этом сердце у него уважительное настроение. И на практике как это проявляется? Вокруг нас много людей, много живых существ. И не нужно позволять злобе веселиться в нашем сердце. Нужно ее останавливать, не позволять ей расти. Даже если живые существа вокруг нас делают не то, что мы хотим, не то, что мы планируем. И вот этот отказ от злобы, отказ от насилия по отношению к другим живым существам и является вот этим вот практикой уважительное отношение ко всем живым существам. конечно, на внешнем плане это уважение еще раз подчеркну, оно может проявляться по-разному. Допустим, если на вас нападает с оружием, то надо убегать, надо убегать, надо защищаться, но при этом это не должно быть поводом для того, чтобы пустить злобу и ненависть к этому человеку. Надо понимать, что это Кришна устроил за какие-то мои прошлые проступки эту ситуацию для какого-то моего воспитания. И, быть может, даже я вызову полицию, и это правильно, вызвать полицию, чтобы они разобрались в этой ситуации, но нельзя позволять этой злобе и ненависти поселиться в сердце, но видеть, что это живое существо, что это скуга Кришны, пытаться видеть это, вспоминать об этом. И просто сейчас оно находится в таком не очень хорошем состоянии. Что же касается вайшнавов и людей, которые помогают нам прогрессировать в духовной жизни, то вот это уважение и почтение к ним должно проявляться в том, что мы следуем за ними, что мы учимся у них, что мы помогаем их, в их служении Кришны. То есть вот таким образом вот это уважение к другим должно проявляться. И не ждать почтения к себе для материалистичного человека очень сложно, потому что я столько всего сделал, у меня столько всего есть, я столько всего отдал, пожалуйста, признайте это. Вот это желание признания, это извращенное желание любви. Потому что когда живое существо теряет любовь к Кришне, а любви хочется, то ему приходится брать эту любовь вот таким неправильным образом. Он хочет признания как повелителя, как владельца, как хозяина разных богатств. Он хочет такого признания, признания себя как Кришны. Но когда человек становится преданным, то единственное признание, единственное отождествление, которое он хочет себе развивать, это признайте меня слугой, то есть позвольте мне вам служить, позвольте мне служить вашем служении Кришны, позвольте мне это сделать, тогда я буду счастлив. Вот о чем медитирует, на что он медитирует преданным. Поэтому преданный не ждет материального вот этого признания, потому что все что есть у меня дано Кришной. Я просто арендатор, это просто милость Кришны, я тут при чем. И единственное, что он хочет, чтобы его признали слугой, а что значит признали слугой, позволили ему служить. Вот это медитация ващнау. И как на практике избавиться от этого материального признания, вот этой жажды материального признания. Если вас прославляют, если говорят вам о том, что вы такой великий, что вы сделали это или то, я слышал как Мухарадж давал совет, что вы не должны оставлять это прославление на свой счет. Нужно мгновенно передать это прославление дальше. Нужно прославить, отдать это прославление своему духовному учителю Шилип Рупади Кришне. И не только на словах это сделать, но прямо действительно в сердце признать, увидеть, что то, о чем говорит и за что прославляют, на самом деле это произошло только помимо духовного учителя Шилип Рупади и Кришны, который и наделил меня всеми этими возможностями и способностями. То есть когда все раз, как на практике это применять, когда прославляют вас, когда есть какие-то люди признут какие-то заслуги, надо быть правдивым, надо честно смотреть правде в глаза и видеть, что все это это не наше. Поэтому слава не должна на меня быть направлена. вся слава Шилип Рупади духовному учителю Шри Кришны. Вот несколько мыслей, несколько осознаний по поводу того, как можно практиковать смирение, как можно медитировать на смирение, как можно практиковать смирение в нашей жизни. Что же касается практики смирения во время воспевания святых имен, то здесь все просто. Гордый человек, который думает о себе, материальное сознание, это удоражит наш ум, то такой человек не может сосредоточиться на воспевании святых имен, потому что ему не до святых имен. У него столько всего, о чем ему хотелось бы подумать, столько всего, что нужно решить для того, чтобы достичь своих целей. За всеми этими мыслями, если мы посмотрим, стоит материальное сознание, действующее, восхождающееся. Это привычка, которая есть в нас. Поэтому, если я принимаю, что я смиренный слугой о Кришне, это означает, что во время воспевания я прилагаю все усилия, насколько у меня есть возможности, на то, чтобы отдать свое сознание в святом имени, отдать свое сознание отдать Кришне. И вот это и есть практика смирения. Притом, я не только отдаю свое сознание, я это делаю в понимании, что я слуга Кришны, и кто такой Кришна, зависит от того, насколько у меня есть понимание. Мы читаем Шриман Бхагавата, мы слушаем лекции, мы слушаем духовных учителей, и все для того, чтобы наше понимание, кто такой Кришна, постепенно, углублялся. И вот со всем этим пониманием, которое вы обрели благодаря общению со святыми людьми, Бхагаватом, своей практике, со всем этим пониманием, кто такой Кришна, отдайте свое сознание этому Кришне в понимании, что я твой слуга, ты Верховный Господь, и я сейчас отдаю себя тебе, я твой слуга. И вот это есть в смиренном состоянии ума повторять святые имена. конечно, будет непросто, потому что привычка жить материальным будет отвлекать нас от этого смиренного воспевания, и терпение будет проявляться в том, что мы, несмотря на эти трудности, не будем опускать руки, а будем терпеливо продолжать свое служение святому имени, отдавая свое сознание воспеванию святых имен, отдавая его в правильном настроении, в правильном понимании, кто такой Кришин, кто такой я. И просим только о том, чтобы Господь позволил мне продолжать свое служение, очистил мое сердце для того, чтобы продолжать свое служение. Это то, как можно практиковать смирение во время для воспевания святых именов. Парень Кришна.